Дорогие друзья, добро пожаловать в город Татарстан, столица Республики Татарстан и спортивная столица России. В свободное время можно осматривать достопримечательность этого древнего города. Самое красивое место – это Казанский Кремль. Здесь крупнейшая в Европе мечеть Гошариф и православный Благовещенский собор. В Казани много красивых парков и пешеходных улиц. И самое, пожалуйста, главное – все это находится в шаговой доступности от университета, в котором мы учимся. В Казани много красивых парков и пешеходных улиц. В Казани много красивых парков и пешеходных улиц. В Казани много красивых парков и пешеходных улиц. В университете учились известные люди, такие как писатель Лев Толстой и революционер Владимир Ленин. Основные учебные здания университета находятся в центре города недалеко от метро и Казанского Кремля. Казанский федеральный университет обладает самым большим и современным компусом в России. Крупнейшим в городе культурным центром, состоящим из большого и малого концертного зала, а также более 10 спортивных залов. Университет имеет речу по величине книжного фонда в России на учную библиотеку с отделом редких книг и рукописей. Казанского федерального университета Ежегодно на кафедре обучается русскому языку более 500 участников из разных уголков мира. Студенты-иностранцы с помощью преподавателей успешно адаптируются в новых условиях обучения и проживания приобщаются к великой русской культуре и традициям страны изучаемого языка. Процесс обучения очень друзей. На кафедре работают опытные преподаватели, многие из которых работали за рубежом. Среди преподавателей кафедры много молодых специалистов, которые успешно внедряют в процесс учебы современные технологии и средства обучения. Все преподаватели очень добрые и веселые. К ним всегда можно обратиться за помощью, и они никогда не откажут. Кафедра русского языка как иностранного, уже по своему названию, да, понятно, обучает и специализируется именно на обучении иностранных студентов. Другие выпускники магистратуры работают в разных совместных фильмах, там, где требуется хорошее знание русского языка, ну, например, на радио в Китае, да, на русском радио в Китае, или на фирмах переводчиками, в туристических фирмах, либо в международных отделах разных университетов, там, где требуется знание иностранного языка. Привет! Это деревня университета. Это самое хорошее обучение в России. Посмотрите! Деревня университета. Новое обучение университета, которое включает в себя спортивная площадка, магазин, аптека и почта. Студенты живут здесь очень удобно и чувствуют себя как дома.